Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос дня». Меня зовут Наталья Данина. Сегодня в эфире канал РТС. Поговорим о очень важной теме. Расскажем о том, куда пойти учиться. Этот вопрос сегодня волнует, пожалуй, многих выпускников школ, ну и, конечно же, и их родителей. Вот хорошие советы этот вопрос нам даст Владимир Сосин, начальник группы учёта и комплектования Росгвардии по Хакасии. Подполковник Владимир Александрович. Здравствуйте! Здравствуйте! Владимир Александрович, расскажите, пожалуйста, в чём заключаются главные преимущества обучения в военных вузах войск Национальной гвардии? Ну, преимущество в том, что в первую очередь гражданин, который изъявил желание поступить в военный институт, при поступлении он поступил, отучивается, и трудоустройство после окончания военных институтов ему, грубо сказать, 100% обеспечено. Тем самым, соответственно, это не свободный диплом, где нужно искать работу, себя самого трудоустраивать. Здесь всё будет трудоустроено, ну и ваша задача после обучения работать, служить верой и правдой на развитие государства. Это первый вопрос. Ну и второй вопрос, как бы, в том, что обеспечение, соответственно, не маловажно, обеспечение, то бишь, курсантов, то бишь, это не нужно снимать квартиры и всё остальное, это полностью, полностью гособеспечение. Владимир Александрович, расскажите, пожалуйста, какие-то требования дополнительные к абитуриентам предъявляются? Ну, дополнительные требования, соответственно, чтобы близкие родственники не были судимы, соответственно, сам не привлекался. Но для того, чтобы поступить в военный институт, должно быть полное образование 11 классов, плюс к тому, что это, грубо сказать, смотря какой факультет, какой институт выбирать, соответственно, разные предметы сдавать. Есть гуманитарные предметы, есть биология, химия. Если вы пойдёте учиться, например, в Перский военный институт, на кинолога, соответственно, там нужно биологию изучать, потому что это работа с животными. Если вы пойдёте на технические связи, соответственно, это или физика, или математика. Да. Если пойти на правоохранительные органы, это, например, Новосибирский военный институт, Саратовский военный институт и Питерский военный институт, там, соответственно, нужна будет история, общество знания, физподготовка, ну, такие основные предметы. То есть всё засчитывается за счёт единого государственного экзамена, который раздают в школе. То есть эти баллы вы набираете. Если бы вы закончили техникум и решили связать жизнь с армией, продолжить образование, получить высшее образование, соответственно, вы сдаёте уже экзамены, как бы сказать, ну, как раньше мы сдавали, вживую. Вот. То есть вы приезжаете, вам задают вопрос, вы отвечаете, набираете баллы, ну и, соответственно... В качестве собеседования, верно? Да, да, в качестве собеседования, вот, соответственно, приоритеты имеют для поступления, это дети-сироты, соответственно, дети военнослужащих, Росгвардии, у кого-то родители были военнослужащими, также имеют льготы те, кто участвовал в олимпиадах, во всероссийских, ну, кто занимает какие-то там... Наверное, если есть значок ГТО, да, серебряный, золотой. Да, да, то бишь, соответственно, кто активно участвует в общественной деятельности. В спортивной жизни, да, в своих учреждениях образованиях. Да. Скажите, мы с вами, знаете, очень важный момент не упомянули, а вот здоровье, это важный критерий? Да, это важный критерий, здоровье, это очень важный критерий, соответственно, потому что, ну, как бы, есть разные факультеты, и туда здоровье нужно, ну, группа, как говорится, А1, вот. Также, чтобы сдавать психологические тесты, ты должен быть морально-психологически подготовлен, соответственно, может быть, и здоровье хорошо, а тесты морально-психологические, где-то пошатнулся, где-то написал неправильно, соответственно, ну, и допуска не будет к сдаче к последующим экзаменам, то бишь, сперва при поступлении ты приезжаешь, формируется взвода, потом вы проходите военно-врачебную комиссию, потом проходите тесты, и потом уже допускается к сдаче экзаменов, то бишь, чтобы пойти на физподготовку, на сдачу других экзаменов, чтобы у вас там не было стрессов, чтобы, не дай бог, на физподготовке у кого-то сердце, не дай бог, не остановилось и все в сторону, чтобы были люди, да, действительно физически развиты. Если даже в комиссию вы проходите при военном комиссариате и приезжая в военный институт, военный институт, там тоже своя комиссия, если что-то не нравится, то до обследования проводят при институте. Ну вот вы так много рассказали о требованиях, да, к абитуриенту, но все равно просматривается в этом повествовании забота о том молодом человеке, который мечтает стать студентом военного вуза. Вы сказали, что даже на физподготовку не допустят, вот после этого момента, как человек к ситуации, к этой не привык. Да. Да, не буду допускать, потому что в первую очередь проверяется здоровье, а потом уже допускается ко всем экзаменам. А вот если не поступил в первый год, например, здоровье не позволило, он какой-то экзамен не сдал в конце концов, можно рассчитывать на то, что будешь пробовать в следующий год? Да или вот категорично раз не поступил и больше тебя уже не привыкли? Нет, нет, это все, как бы я сам поступал два раза. Первый год поступал, а не поступил. Второй год поехал. Можно поступать, если абитуриенту 18 лет, закончил школу, изъявил желание. Попробовал поступить, не поступил. Он может вернуться обратно, призваться в армию. Да, подготовиться или призваться в армию. Есть такое понятие военная абитура, то бишь они также имеют право писать рапорта и подавать свою кондитуту для поступления в военные институты Росгвардии. И сейчас, на данный момент, согласно руководящих документов Росгвардии, даже имеющие военнослужащие по контракту, прохожающие военную службу в Росгвардии, имеют право поступать до 26 лет. То бишь, поустраиваться на контракт, например, мне 20 лет я устроился на контракт, год по контракту прослужил, имею право подать рапорт и поступать в военный институт хоть каждый год. Пока не поступлю, но, соответственно, готовиться нужно всегда. И думаю, что если бы ты загорелся этим, что ты будешь военным. Мечтал, надеялся. Да, будешь военным, значит все случится. Да, все случится. Все получится. Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, вот вы как выпускник военного вуза можете рассказать о буднях военного курсанта института для того, чтобы родителям сейчас было понятно, как будут жить дети в случае, если вдруг они захотят и начнут получать образование? Все, это в 6 часов. Сейчас уже, наверное, по-другому, да? Нет, ну, я думаю, что прошло 15 лет, но я думаю, ничего не изменилось, но да, вы действительно правильно говорите, что дисциплина, это в первую очередь 6 часов подъем, грубо сказать, зарядка, умывание, приведение себя в порядок в 8 часов, с 8 до 9, это прием пищи и, соответственно, развод на занятия. После развода на занятия 3-4 лекции, ну, это ориентировочно где-то часов до 2, до часу. С часу до 2 обед и час личного времени, с 14 до 15 личное время, в 15 часов развод на самостоятельную подготовку и до 16, до 19 самостоятельной подготовкой, то бишь все приходят в классы, приносят литературу, расписание занятий на очередные сутки, ну и, соответственно, весь взвод, так называемый, готовится к занятиям во главе с замковым взводом. Потом в вечерние мероприятия, в личное время. Личное время есть, то есть время почитать, может быть, каким-то творческим направлением заняться все-таки существует. Да, конечно, есть, все для этого там существует, спортзалы есть, все, и можно развиваться и дальше. И потом, соответственно, в 9-10 часов прогулка и, соответственно, отбой. Первый курс, ну, первый год, ты являешься как военнослужащий срочной службы. Стипендия у тебя, ну, не сразу сильно большая, а 2000 рублей, как сейчас получает военнослужащий срочной службы. Ну, на полном обеспечении же находится молодой человек. Да, да, но после первого контракта, после первого курса, извиняюсь, подписываешь контракт, соответственно, ты уже идешь, как военнослужащий, по контракту, тем самым у тебя стипендия получается 25 тысяч. Если вы, вот как раз год смотрят, как ты закрываешь, если ты идешь на красный диплом и ты отличник, тебе доплачутся еще 5 тысяч рублей. Итого в месяц, получается, курсант получает 30 тысяч рублей. С третьего года уже можно рассчитывать, со второго уже. Со второго курса ты можешь рассчитывать. Плюс два... Вполне достойное денежное обеспечение. Ну да, и плюс два раза отпуск. Летний отпуск 30 суток и зимний 15 суток. Но зимний отпуск не обязательно. Почему не обязательно? Потому что если курсант, соответственно, не закрыл сессию, его могут оставить, подтягивать... Каникул не будет. Каникул не будет, да. Тем самым человек должен осознавать, что если он не будет учиться, соответственно, его никуда не будут отпускать. Но с другой стороны, смотрите, это же хорошо, это предоставляется возможность закрыть свои хвосты, как правильно вы сказали, и продолжить обучение, потому что это же очень на сегодняшний день важно. Скажите, как вы считаете, пригодится ли военное образование в случае, если человек после его завершения не захочет служить? На гражданской службе оно может пригодиться? На гражданской, да, пригодится, может, смотря на каком факультете обучался. А давайте мы с вами еще раз факультеты перечислим. Какие специальности могут получить ребята, которые вдруг от Хакасии задумают поступать в военное образование? Есть военный институт у Росгвардии, начнем с далека, это Питерский военный институт, там есть два факультета. Факультета психологии, то бишь заниматься психологией, то бишь что на гражданке, что психологи везде нужны, моральное состояние. А девчонкам можно? Девчонкам пока еще нет, да. Ну и правоохранительные органы, то бишь вы выступаете в роли, как бы сказать, юриста, то бишь дополнительное образование юридическое вы можете приобрести. Раньше вот выпускали юристов, сейчас называется это факультет правоохранительных органов. Факультет в Саратовском военном институте только факультет правоохранительных органов, в Новосибирском военном институте там два факультета, факультет правоохранительных органов и факультет спецназа и разведки. На факультете спецназа и разведки вы выпускаетесь переводчиком, то бишь вы можете работать переводчиком. Там, наверное, вообще конкурс высокий. Там конкурс высокий, да, потому что, ну... Наши поступают от нас туда, ребята? В этом году поступали, в этом году поступали, наряд был на республику Хакасия. 16 человек, мы отправили 18 в разные институты. В разные институты? Да, в разные институты. Но большая часть приоритет Новосибирский военный институт. У нас уехало где-то человек 8. И из этих 8 поступило все 8. Все 8 поступило. 100%? Да, да, 100% как бы поступило все. Учатся, ну, я думаю, что... Вы с ними связь поддерживаете? Ну, как связь? Не поддерживаю, как бы они пришли, я их оформил. Ну, как бы в процессе до момента поступления я всегда оставляю свой номер телефона. Если что-то можно подсказать, помочь, ну, как бы чем смогу, тем помогу. Это очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а вот могут ли рассчитывать на карьерный рост молодые лейтенанты после обучения уже непосредственно на службе? Гражданские оговорили специальности? Ну, конечно. Когда выпускается лейтенант, соответственно, самая маленькая должность, какая у него есть, это командир взвода. Далее, соответственно, заместитель командира роты по воспитательной работе. Далее командир роты, начальник штаба. Ну, и, соответственно, после начальника штаба батальона или полка можно поехать в академию. Отучиться в академию. Это дает право на занятие должностей командира полка, начальника штаба, дивизии. Ну, и далее можно поступить еще в академию генерального штаба, где можно получить высшего офицера. В Новосибирском военном институте имени генерала Яковлева у нас, соответственно, пять выпускников имеют звание Героя Российской Федерации, и более 50 стали генералами. Ну, то бишь, как вы думаете, есть... Ну, такие достойные результаты, да? Да, да. Хорошие. Как вы думаете, можно будет вырасти или нет? К сожалению, время летит эфирное быстро. Вопросов я запланировала себе много, но вот я думаю, что такое важное стоит отметить и обсудить прямо сейчас. Какие преимущества военной службы для тех, кто сегодня, может быть, о ней мечтает? Ну, преимущество, в первую очередь, это, ну, как бы, как мы разговаривали об обучении, да, то бишь, грубо сказать, почти бесплатно на обучении. Да что говорить, бесплатно, плюс еще и такая степень. Да, и плюс надо стоять на полное удовольствие на гособеспечение. Плюс, соответственно, трудоустройство, как мы... Ну, и самый, наверное, больной вопрос, не больной вопрос пока на данный момент, это обеспечение жильем. Это накопительная ипотечная система, то бишь, лейтенант выпускается, у него уже и открыт счет, где копятся деньги, которые он может приобрести квартиру, тем самым отслужить свои 20 лет, и эта квартира переходит в его собственность. Это, считаю, самый главный вопрос. Ну, и, соответственно, трудоустройство, если даже куда-то перевелся. Есть много социальных гарантий, это бесплатное лечение, это санаторий, это для членов семьи санаторий, то бишь, бесплатный проезд, ну, много-много тех условий. Моментов, которые должны привлечь сегодня. Да, да, которые должны привлечь, и самое главное, что не нужно самому искать работу, тебе уже ее нашли, твоя задача только работать и выполнять свою работу. Проявлять себя. Да, и реализовать все знания, которые получил в военном вузе. Так точно. Повторюсь, время пролетело очень быстро. Вдруг наши информации сейчас телезрители заинтересовались. Расскажите, куда обращаться. В управлении Росгвардии, в Республике Хакаси, в управлении Росгвардии, вокзальная 2А, и номер телефона 248717. Владимир Александрович, большое вам спасибо за столь важную информацию для наших телезрителей. Я думаю, она вам очень пригодится, ну, и за то, что пришли к нам в студию. Всего доброго. До свидания. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопросы дня». Увидимся в эфире канала РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова